приветствую вас коллеги сейчас расскажу о стоимости карты рыбака в польше сразу же хочу отметить что цена на карту рыбака может варьироваться по ряду причин например в зависимости от воеводства или округа как это пзв называется по округам идет вот в конкретных городах там в кракове варшаве врославе лигнице цены будут разные также отличается стоимость типа рек в некоторых воеводствах например есть возможность выбора типа рек например горные реки низинные те и другие но соответственно и цена будет отличаться также каждый год цены могут немножко меняться но незначительно так основные цены по трем городам на 18 год это для членов годовая лицензия в варшаве это 241 злотых в кракове 261 или 381 в зависимости там от количества рек от количества водоемов и во вроцлаве 263 злотых в целом других городах цены примерно схожи они могут там колеблется плюс минус 50 ну максимум 100 злотых разрешение делается на календарный год если вы придете к примеру в декабре делать лицензию то получите разрешение всего лишь до конца текущего года то есть на декабрь и все поэтому выгоднее всего делать разрешением в начале года то есть уже потерпеть один месяц дождаться января вот или февраля марте то есть делать это в начале года выгоднее если же хотите оформить карту рыбака по членским тарифам значит нужно вступить в клуб и стать членом иначе для не членов цены будут примерно на треть выше это вот яркий пример стоимость разрешения на рыбалку в польше на 1 3 или 7 дней то есть посмотрите как цены прыгают варшава это на один день 40 злотых краков 60 вросла в 40 на три дня это 100 кракове во врославе варшаве по 80 и так далее то есть цены довольно таки невыгодные то есть выгоднее если вы будете долго больше пребывать выгоднее всего стать членами сделать на год лицензию вот если вы проездом в польше и сильно хотите порыбачить то для вас специально такой есть вариант вот где в целом посмотреть актуальные цены например в следующем году у девятнадцатом двадцатом то есть где брать черпать информацию для этого нам нужно в гугле вбить такой запрос пзв плюс город город там врослав краков варшава к примеру возьмем врослав то есть первый сайт который в списке вылетает это обычно тот сайт официальный который нам не нужен переходим на этот сайт и мы дальше ищем такое слово как на польском складки складки это взносы ну и соответственно на текущий год на 18 правильно вот переходим по ссылке смотрим то есть и здесь уже смотрим актуальные цены но здесь цены разные тут можно запутаться не не зная как в целом происходит просчет этих взносов и так как правильно просчитать стоимость разрешения на год окончательная стоимость карты рыбака формируется из трех составляющих членский взнос на то если члены на год идет членский взнос складка членковска вот она затем плюсуется взнос на охрану и управление водными ресурсами складка на охрана и загасподарование вот вот она складка нормально то есть полноценная без каких-либо льгот и скидок то есть вот она 152 и вступительный взнос или вписов и это разовая оплата для регистрации вас членом в клубе при продлении разрешении разрешение повторно оплачивать ее не нужно вот она идет 25 и давайте просчитаем 80 86 плюс 25 и плюс 152 этого мы получаем 263 это для врослого видите так как я указал то есть информация достоверная сто процентов то есть просчитали таким образом также ну продление разрешения будет стоит немного дешевле чем первоначальная регистрация так как при продлении лицензии вы уже не платите за регистрацию вас в рыбацком клубе и примерно это будет выглядеть вот так смотрите первый год когда я открыл лицензию первый раз то есть у меня было три таких марки вот она вступление в песовый это вступление в клуб то есть разовая оплата следующий год продление пошло у меня всего лишь две марки то есть ступать уже не нужно и получается чуть дешевле вот дальше предусмотрены скидки за на разрешение кому могут быть предоставлены скидки это для школьников студентов 16 24 лет при предъявлении документа что являетесь студентами или школьником это призеры которые участвовали в ну в состязаниях пзв то есть и были награждены серебром или золотом также по возрасту для пенсионеров так сказать 65 лет и мужчин и лишь от 60 лет для женщин и если у вас стаж 10 лет и выше это также указывается вот здесь то есть скидки вот то есть вот эти цены которые следующие в столбиках вот это уже идет цена то есть например складка членковска складка члена то есть нормальная без скидок это 86 если же вы студент или школьник или же имеете награды и так далее то есть вам уже 50 процентов скидка то есть уже не 86 а 43 вот так чтобы вы были в курсе вот новый следующий момент куда идут эти деньги оплаченные за разрешение за карту рыбака деньги деньги направляются на первое зарыбливание водоемов то есть поляки действительно этим заниматься есть много отчетов фотографии то есть как водру вислу то есть направляют рыбу следят за этим и так далее затем также контролирующие органы это водные стражи полиция страж мельский то есть они занимаются контролем и борьбой с браконьерством честно говоря я в польше еще ни разу не видел каких-либо нарушений и подозрений на браконьерство то есть сеток никогда не ловил по-видимому здесь это уже менталитете вот но и защита флоры и фауны и водных ресурсов вот в целом я считаю это правильно то есть нету такого так сказать тех проблем которые есть в украине в россии касательно водоемов когда браконьер на браконьере они с рыбнодзором в сговоре то есть и получается рыба становится меньше она маленькая то есть водоема загрязняются никто не контролирует этого как как полагается вот поэтому я считаю что оплата за лицензию вот этих 200 250 300 злотых на год это как бы правильный ход если эти деньги действительно направляются на развитие водных ресурсов то есть можно поймать трофейную рыбу вот берега чистые потому что тоже за этим контролирует контр и ведется контроль вот так ну целом все по ценам если вам что-то непонятно пишите в комментариях постараюсь ответить на ваши вопросы